Всем привет! С вами Ольга Чернова и моя огородная азбука для начинающих. 3 апреля я показывала вам, как я замачиваю свои огурцы для получения раннего урожая, чтобы посеять рассаду. Вот сегодня 5 апреля, на третий день некоторые огурцы уже проклюнулись, сейчас я вам покажу. И вот позавчера я говорила, что я никогда не жду, когда проклюнутся все огурцы, потому что это чревато тем, что те, которые проклюнулись в первую очередь, они могут к тому времени, пока последние проклюнутся, у них будет очень большой корень, они могут в ткань или в салфетку, или в ватный диск, в чем мы проращиваем, ну как, врасти туда, и когда их будешь изымать, они могут поломаться. Вот первым у меня проклюнулся городской огурчик, из 5 штук, которые я замочила, 3 штуки проклюнулись, один видно явно, а другие вот только наклевываются в фазе наклевывания. Это как раз тот самый период, когда нужно не ждать остальных, а уже начинать раскладывать в стаканчики. Когда я замачивала семена, я вам говорила, что очень важно выдержать вот эти условия, которые они требуют, то есть замочить теплой водичкой, поставить в теплое место. Все это я сделала, и поэтому получила очень быстрый результат, это очень хороший результат, что через один день уже начали проклювываться огурцы. Вот сейчас первые проклюнулись, тут посмотрела я, что Настя уже тоже, они набухли, немного приоткрыли свои створки, росточка еще не видно, но, вероятно, завтра появится. Поэтому мне нужно сейчас готовить грунт, вот один огурец я, возможно, уже даже сегодня посажу в стаканчики, а остальные завтра. Я спустилась в теплицу, чтобы приготовить грунт. Сейчас я расскажу, какой я делаю грунт для этих огурчиков. Огурцы очень-очень любят органику. Вы знаете, что летом мы их подкармливаем даже вот этой вот жижей навозной разведенной, всякими вот этими настойками, травяными, перегной подкладываем. Поэтому и маленьким огурчикам, которые вот буду я сейчас сеять на рассаду, нужно тоже дать грунт жирный, намного жирнее, чем, например, капусте. Вот сегодня же я буду сеять капусту, и в нее я не буду класть столько перегноя, как огурчикам. Огурцы, те, кто выращивает по многу, тот, кто выращивает рассаду на продажу или просто большие объемы, никогда не делают сложных грунтов, потому что выращивание огурца это самая простая, мне кажется, культура. И грунт я делаю всегда очень простой. Вот такой перегной, вот это перепревший 2-3 года, старый такой перегной, который безопасный, и полевая земля. Делаю половину перегноя, половину полевой земли. Обязательно во все свои грунты я добавляю золу. Зола, во-первых, это и дезинфектор, он немного как протравливает грунт, не дает там образовываться различным бактериальным заболеваниям, инфекционным. И во-вторых, это как удобрение. Добавка вот этой золы везде, я везде добавляю золу, избавляет меня от необходимости делать подкормки, потому что все, что нужно растениям, здесь все есть. Я сейчас вот просею через сито, я, конечно, сам процесс не буду показывать, тут ничего сложного. Вот сейчас добавляю все в таз, складываю, перегной, землю, золу, все перемешаю и начну набивать в стаканчики. Первый стаканчик у меня будет 200-граммовый, потом я буду переваливать в полкилограмма, но сразу в полкилограммовый стакан я никогда не сажу, потому что все опытные знают, садоводы, что маленькому растению нужно меньше грунта, большому по мере разрастания больше грунта. Нужно подбирать тару именно по возрасту сеянца. Пока семечко маленькое, корешок маленький, он весь этот объем, если будет полкилограмма, он не сможет охватить и при поливе, а поливать огурцы нужно часто. Вода эта будет застаиваться и почва будет закисляться. Поэтому вот такие стаканы можно, конечно, тоже применять, но я их не применяю. Но это личное дело каждого. Может быть вы насыпите пол стаканчика, посадите огурец, потом будете досыпать. Я сейчас насыплю землю, положу туда семечко и прикрою 1 см слоем земли. Все накрою пленочкой. Сегодня он будет у меня один, его показывать даже смешно, один стаканчик. Вот когда прорастут все остальные, я тогда вам всю эту уже процедуру покажу. Сегодня тема была именно грунт. Грунт обязательно должен быть питательный у огурца. Лучше, если он будет прям натуральный, жирный такой, с перегноем. И вот эти семечки, если вы посадите в хороший питательный грунт, будут у вас толстенькие, зеленые, крепенькие. Вот, как вы видите, проращивание у нас прошло удачно. Очень быстро они проросли. Я надеюсь, также удачно они взойдут из грунта. И как раз через 30 дней будет готова рассада для получения раннего урожая огурцов. До свидания. С вами была Ольга Чернова. Вот это краткий, быстрый, быстрый видеоролик о том, какие грунты я делаю для огурцов. Какой они любят грунт. Ну вообще, я не знаю, можно, наверное, и купить. Если честно, я не смотрела в магазине, есть грунт для огурцов или нет. Но вот единственное отличие от остальных грунтов, что они такие любители, чего пожирнее. И грунт бедный они не любят. Если в капусту вы можете, например, туда песка побольше наложить, я вот ложу простой полевой земли с добавлением песка, то в огурцы я обязательно кладу перегной. Все, до свидания. С вами была Ольга Чернова. Выращиваю рассаду огурцов для получения раннего урожая. Редактор субтитров А.Семкин